Владимир, спасибо за гол. Судя по всему, это последний ваш мальчик торпеда. Вообще. Это последний. Завтра последний. Четверт. Четверт. Определенность есть какая? Четыре останется, что нет. Учитывая, что нет, определенность вообще, да? А когда будет определенность, тоже непонятно. Думан Бога, да? Что знаешь, куда идешь? Нет. А перед этим матчем результаты уже других матчей знали, да, когда вы ходили на полу? Хабаров. А только Хабаров, да? Хабаров не знали. Нет, это Локов, да. А руководство второй лиги собирается вообще, что была команда? Как предыдущий здесь был вопрос. Абсолютно полный туман и что-то конкретного будет только после последней игры. Я думаю, это не одного дня решения идет довольно-таки продолжительное время на это обсуждение, что и как. А если вы предложите контракт, то вам на следующий год и там перспективы, как вы по ощущениям останетесь? Вы имеете в виду? Я играет в виду второй лиги. А в рынок Срамаченко. А? Играет в сборную Беларуси, имеет российский паспорт. Еще? За полный стой. За сборную? Ну какая разница? Нет, ну я... И русский, и гражданство российское. Просто так вышла ситуация, что... Пришлось там, например, сколько нам родилось. Это то, что Максим Ромощенко играл за сборную Беларуси, но и русский... Там есть определенные нюансы, которые решаются не вот так просто. Если их решать, это надо немножко выше брать. И сверху уже можно что-то делать и корректировать. Можно, есть определенные. Есть и двойные гражданства. Устанство, двойного гражданства. Но опять же, Генерал, я не просто так пришел и дал. Немножко выше брать. Давайте хотя бы сведите, нормально сыграйте. Хоть какую-то это самое. Мы не увидим. Каплю меда в бочку дюкли. Хоть порадуйте нас немножко. Поконент. Я хочу сказать лично мое мнение. То есть, я на сегодня смотрел. А даже не только сегодня. В предыдущей дне, что мне недолго в команде, но мне один даже... Было не столько за себя, сколько за клуб, но с другой стороны, может быть, может быть, нельзя так говорить. Это пойдет как встряска для команды. Потому что то, что было там, мне кажется, там не было бы перспектив таких. Сейчас немножко больше будет какой-то эмоционального, что ли, всплеска эмоций. Ну, конечно, это троллейка, это не то, как бы для торпеды. Но если смотреть чуть-чуть на будущее, мне почему-то кажется, что в ближайшем, не в далеком ближайшем, то есть, там, пойдет на пользу. По крайней мере, то, что я вижу, и то, что изнутри происходит, мне такое ощущение. Со стороны, конечно, болельщиков. Там остались люди, которые вообще эмоции не могут как-то реагировать. Вы имеете в команде как футболист? Нет, не в команде, а в турбе. Команда членов. Ну, знаете, я... Ну, опять же, это в ответ на предыдущий вопрос, что я только что отвечал. То есть, мне кажется, что какой-то всплеск нужен. Может быть, новые какие-то люди, может быть, новые... Не знаю, инвестиции опять же, или что-то. В общем, какое-то обновление для СОН всегда нужно. А Юрия Мишина уже нет в команде, да? Атон, почему? Есть в команде, да? На данный момент он является и нужным президентом, и на Лебеде. Владимир, а что сегодня не хватило? Мы не бегала команда, ни креатива не было. Мы думали, что последний младь практически такой решающий, все будут бороться до последнего. Как Спартак с ТСК бороться, да? И не было вообще ничего. Что помешало? Физики не хватило, либо настроения не было. Но что-то не хватило, явно. Уморство, эмоции. Конец сезона понятно. Мне кажется, что... В команде сейчас нет команды. Есть просто игроки. То есть не было самой команды, да. То есть может быть, это двойная, каждый. А как же пять матчей без поражения, четыре победы там и так далее? Буквально недавно была команда, а сейчас нет. Там, может, мотивация какая была, да? Ну, в кармушке. Ну, я думаю, что там... То есть у меня вот прошло-то буквально там месяц, там, три седели, и вот так все пропало сразу. Да, остались. Не знаю, вот как раз на эти дни, то есть я не попал, то есть я не был в команде, и поэтому... Может быть... По крайней мере, мне кажется, что... Проигрывают по всех компонентам. И это не придет... Можно на одну игру, но... То есть нет такого сплоченочного. Ну, вообще торпеда ощущение... А какое осталось в общей стороне, как в среднем, как врану? По-честному. 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 Как же оно может остаться в плохое ощущение, несмотря на то, что... То есть все-таки я пришел в том году в начале. Великолепно. Сейчас может быть... В общем, если брать, то хорошо. Но это ощущение как-то от глупого, эмоции, которые были здесь получены. А того, что... Что значит плохое ощущение того, что мы в улице не так же, если могу сказать, что я не могу. Владимир, вырубали в тропедах при трех тренеров. Можете характеристику им кратку? Какие-то характеристики. Я думаю, скорее всего, дают имена для себя. Характеристики. Георгий Ярцов, он знал, какие игроки ему нужны. Он четко видел план игры, как будет строиться. Под этот факт, я подбирал игроков. Что касается... Вячеслава Даева. Мне кажется, что... Он немножко не знал всей специфики вот этой первой лиги. Как все происходит, что происходит. То есть к нам пришли игроки, которые были у него в сборной. Ну, в основном, его в сборной. Но то, что как играется в первой лиге, абсолютно другое, как было у него в юношеской команде. Что касается... Вячеслава Даева. Хороший тренер. Но, наверное, было слишком поздно. Он уже как пожарник. Да, уже как пожарник, скорее всего. Поэтому... То есть он... То, что он мог дать от себя все знания, то есть он дал. Но, опять же, было, мне кажется... Хотя, по сути, нервы не пожарные, да? Ему нужно дать время. Нет, ну... Если честно, если честно, было впечатление, что он и будет в начале этого сезона. То есть, как бы... Собитов, мне кажется, был бы... Ну, не знаю, не знаю. Или когда после Ярцева, то есть, что он будет... Было ощущение, что он как бы второй, троится, знал все это. Ну, не знаю. Вышло так, как есть. И в итоге... По качеству человеческого можно яркать, не как пожарник, который приходит и сразу начинает что-то тянуть. Ему нужно время, он... Нужно надо владеть в контакте с игроками. Он такой достаточно размеренный человек. Ему нужно время, чтобы он готовил команду, сделал... Выбрал там игроков. А здесь получилось, что он вытягивал. Наверное. Ну, наверное, в какой-то степени, я думаю, вы правы. Давайте ответить на вопрос. А вот еще один такой вопрос. А почему Морозов не попадает в основу? На данный момент Морозов травмировал в мениск. Он был делал операцию и он останавливается. А можно вопрос? А когда вообще начались проблемы с исполнением контрактов в финансовом клубе? Насколько я знаю, в прошлом году или в этом? Насколько я знаю, проблем с этим не было. Не было. Есть отдельные игроки, у которых отдельные пункты, которые не распространяются на всю команду. И если там что-то... То есть один, два, три вот там. Я думаю, да, что так. Общая команда, но... Еще есть вопрос? Спасибо, Морозов. Спасибо, спасибо. Успехов, удачи!